Вибрации на испытательном стенде едва уловимы. Именно такие небольшие длительные колебания позволяют выявить недочеты в изготовлении спутника, если они есть. Задача отработать конструкционные решения, которые были заложены при проектировании производства этого аппарата. Возможны технологические ошибки в процессе его изготовления. Мы их выявляем. Их надо устранить до того, как изделие пойдет на полигон. В Самарском центре «Прогресс» завершаются испытания малого космического аппарата «Аист». Прежде чем спутник отправит на орбиту, на Земле огромный цикл проверок. Динамические, электрические, статические. Конструкцию растягивают, трясут, даже имитируют участки перевозок до космодрома, железная дорога, воздушная трасса. У нас иногда и пять человек смотрят одно и то же. Это смотрит в зависимости от серьезности. Стенд, на котором отрабатывается механизм отстрела космического аппарата от разгонного блока. Здесь, как и в космосе, системы идентичны. Отделение прошло штатно. Следующее уже на орбите. Впереди у «Аиста» длинная дорога. Амурский край – восточный. Этот спутник будет одним из первых, которые отправятся в космос с нового космодрома. «Аист» – серия малых космических аппаратов. Совместный проект студентов и конструкторов Центра «Прогресс». Вес первых космических птичек – 39 килограммов. Разрабатывались для отработки и проверки научной аппаратуры. С 2008 года на орбиту запустили два спутника. Целый ряд технологических процессов мы смогли отработать на первом «Аисте». Ну, это, например, процессы сборки малых, абсолютно аппаратов в малых объемах. Это создание негерметичных отсеков. «Аист-2Д» для нового космодрома гораздо серьезнее своих предшественников. И по массе – 500 килограммов, и по конструкции, и по научной начинке. В отличие от первых птенцов, у этого «Аиста» – настоящее взрослое оперение. Вот ряд приборов. Один прибор показывает, второй. Третий прибор, четвертый прибор. Это то, что полетит на «Аисте-2». В лабораториях Аэрокосмического университета студенты и преподаватели готовят научное оборудование для «Аиста». Один из уникальных экспериментов – прибор по улавливанию микрочастиц, а точнее – космической пыли. На орбите пыли не так много, как на Земле, но даже малое количество способно вывести аппарат из строя. Вот из них делается термоегулирующая покрытия всякие. После воздействия потока сетки, она как сетка становится. То есть, ну, там, конечно, не такие потоки, но за много месяцев примерно вот такое может быть. Ученые демонстрируют пленку, имитирующую оболочку спутника. Повреждения насквозь. Ее обстреляли микрочастицами здесь, на Земле, в специальном ускорителе. То же самое происходит и в космосе. Разрушается каркас аппарата, на линзах оптических приборов появляются царапины, повреждаются микросхемы. Когда аппарат там несколько метров, там их очень много попадает, и вызывает эрозию. Каждый кратер, он намного больше, раз в 10 больше, чем частично. Выборинка такая. Еще один прибор, а точнее радиолокационная антенна – разработка Института связи. Впервые позволит заглянуть вглубь Земли из космоса. Сегодня это одно из перспективных направлений дистанционного зондирования. Мы ожидаем, что мы можем от одного до пяти метров видеть подземные сооружения на Земле. Это различные трубопроводы, различные хранилища газа, нефти и так далее, и так далее. Различные схроны, в том числе, которые незаконные. Если будет эффект хороший, то тут военные точно, они уже сейчас проявляют интерес определенный, понятно почему. Знаменитая ракета-носитель «Союз», стартующая с трех космодромов мира. Рекордсмен по длительности работы на орбите – спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс». Все это – успешные проекты Центра Прогресс. Вскоре из этих стен выпорхнет и аист, чтобы стать птицей высокого полета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова